Они каждый день спасают жизни сотен людей. Именно они на страже нашего здоровья. Сотрудники медицинских учреждений собрались в зале культурно-досугового центра «Успенская» в преддверии своего профессионального праздника. Поблагодарить этих героев пришли депутаты-единороссы. За то, что вы выбрали эту сложную профессию, за любовь к ней и умение помогать людям быть здоровыми. Желаю вам благополучия, успехов и, конечно, чтобы вы также были здоровыми. Более ста сотрудников медучреждений Одинцовского округа были награждены благодарственными письмами и отличительными знаками за труд и вклад в развитие здравоохранения. Профессионализм наших врачей Одинцовского округа, врачей, фельдшеров, медсестер, водителей скорой помощи, он известен в Московской области, признан руководством округа области. И те меры поддержки, которые были приняты за последние годы, это лишь та малая толика той благодарности, которую готовы выразить государство. Для медработников подготовили особый сюрприз, о котором молчали до последнего. Томительные ожидания и одни догадки, что же это может быть. И вот на сцене популярная группа «Новые самоцветы» исполняет хиты прошлых лет. Для сотрудников сферы здравоохранения такой праздник, как глоток свежего воздуха. Услышать любимые песни в компании коллег можно не каждый день. В рамках празднования Дня медицинского работника также провели круглый стол, на котором обсудили дальнейшее развитие Одинцовской областной больницы. Мы хотим на базе нашего городского округа сделать полноценную детскую больницу. Там, где будет у нас детская отдельно выделенная реанимация, детская травма, детская хирургия. Наше отделение детской гематологии является уникальным в Московской области единственным. Также там присмотреть детскую реабилитацию, соответственно, чего у нас сейчас тоже в городском округе нет. В целом сфера здравоохранения в Одинцовском округе продолжает активно развиваться. Главное – это доступное и эффективное лечение. Для этого медработники делают всё возможное. Рединов, телекомпания Одинцова.